Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео! График капитализации альткоинов без стейблкоинов и биткоина сейчас на твоем экране. И как ты видишь, мы только что вышли из зоны накопления, которая длилась весь медвежий рынок, и даже закрепились выше основной линии сопротивления, которая одновременно является верхней границей этой зоны. И если ты думал, что альткоины выросли, ты ошибаешься. Все, что мы видели, это всего лишь выход из медвежьего накопления, а значит дальше будет веселее. И именно поэтому сегодня я покажу тебе ряд альткоинов, которые могут показать себя неплохо в 2024 году. А в конце видео я дам тебе один инструмент, который позволит тебе самостоятельно находить монеты, которые взорвутся. Но это не финансовый совет, и поэтому ни в коем случае не покупай эти монеты на пиках. А если захочешь купить, то делай это на больших коррекциях. И прежде чем мы начнем, не забудь написать в комментариях топ-5 своих альткоинов на 2024 год. Это поможет многим людям. Альткоин номер один это Immutable X. Это решение второго уровня для эфириума. Он также является следующим большим альткоином в игровой индустрии. На нем строится множество ААА игр. У него очень большие связи и партнерства. Например, Immutable X только что интегрировалась с Google и Apple. Совместно с ними Immutable представляет новый криптокошелек, который называется Passport. Он рассчитан для онлайн-игр, торговых площадок и Web 3.0. Passport это инновационное решение, которое заменит пароли, секретные фразы и прочее. Фактически это даже не кошелек, а самый настоящий цифровой пропуск. Immutable называет его самым настоящим цифровым паспортом. Он позволяет получать допуск в криптовалютные игры, крипто-социальные сети, Web 3.0 и децентрализованные приложения, которые в нем работают. Создавать и восстанавливать паспорт можно будет, используя Google или Apple аккаунты. Это отличный способ привлечь множество людей, миллионы людей в Web 3.0. Огромному количеству людей сложно понимать и взаимодействовать с дапами, децентрализованными приложениями и Web 3.0, потому что зачастую интерфейсы неинтуитивны и недружелюбны. Immutable Passport решает эту проблему и делает все значительно проще для конечного пользователя. Но самое интересное, знаешь что? То, что такие гиганты, управляющие активами, которые подают заявки на запуск спотовых биткоин ETF США, тоже обращают внимание на Immutable X. Например, OneEck заявляет, что Immutable X может войти в топ-25 крупнейших криптовалют, так как на его блокчейне запускают AAA игры. И прямо сейчас у них есть 5 игр, которые уже запущены на Immutable X. Это Gods Unchained, Blocklet Golf, BR Watch to Earn, Token Trove и Atomic Hub. Но сейчас разрабатывается еще больше игр на Immutable X. На данный момент аудитория всех 5 игр составляет около 500 тысяч человек. Однако, судя по тому, что будут выпускать новые игры, эта аудитория будет расти. Поэтому неудивительно, что OneEck дал этот прогноз, потому что с их новым кошельком Passport, таким же простым в использовании, как логин от Google или Apple, люди смогут находить новые игры с легкостью, смогут очень легко добавлять сторонние кошельки и с большой простотой управлять игровыми предметами. И все это в рамках привычного интерфейса. Так что Immutable X выглядит достаточно неплохим выбором на 2024 год. К тому же, он еще не сильно вырос в этом бычьем рынке. Напиши в комментариях, что ты думаешь об этой монете. Второй альткоин, который меня заинтересовал, не входит даже в топ-100 альткоинов, но он имеет потенциал попасть в топ-20. Это Mina Protocol. И несмотря на свою ценность, Mina еще не взрывалась. И если ты пропустил большие движения других альткоинов на этом блуране, обязательно ищи те монеты, которые еще не взрывались. Именно поэтому Mina меня привлекает. Ее ценовой взрыв еще впереди. Она в точности повторяет движение Соланы несколько месяцев назад. Есть еще три причины, кроме технического анализа, почему Mina мне нравится. Во-первых, она отличается от большинства других блокчейнов, которые при росте сети увеличивают свой размер и объем. Блокчейн биткоина сегодня весит 0,5 терабайта. Опасность роста блокчейна до таких объемов заключается в потере децентрализации. Например, 50% хешрейта эфириума сегодня удерживает всего три валидатора. Mina же придумала свой собственный блокчейн, который работает по принципу доказательства постоянного размера. И размер блокчейна Mina всегда остается одинаковым. 22 килобайта. Во-вторых, мы знаем, что Coinbase инвестирует и поддерживает Mino. И в-третьих, Mina даже не начала никаких акций пиара, маркетинга и так далее. Я не утверждаю, что Mina взорвется до немыслимых значений, но лично для меня она выглядит привлекательно в данном этапе цикла. И я бы держал этот альткоин в поле зрения. Следующая монета имеет потенциал войти даже в топ-10 крупнейших криптовалют. Третья монета это Uniswap. Тоже еще не успела показать себя на этом бычьем рынке. Это меня очень привлекает. Она даже не вышла из этой зоны накопления на медвежьем рынке. И мы пока еще не увидели фигуру Breakout Trade. Как, например, на других монетках вроде той же Solana, Injective, Seed и так далее. Посмотри, что случилось с Solana, например, когда она вышла из этой зоны накопления на медвежьем рынке. Что случилось с Injective, когда он вышел из зоны накопления. И сейчас Uniswap до сих пор из нее не вышел. Но в скором времени обязательно это сделают. Uniswap позиционирует себя как децентрализованная биржа на рынке США. Это очень важно, так как по мере того, как в мире будет оставаться все меньше нерегулируемых крипторынков, Uniswap, похоже, будет одной из тех бирж, которая будет процветать на регулируемом. Ведь Uniswap, как и Grayscale, успешно побеждают во всех судебных процессах, которые им навязывает SEC. Суд не видит никаких нарушений в их работе. И поэтому отклоняет любые обвинения комиссии по ценным бумагам и биржам США. Коллективные иски против Uniswap тоже отклоняются судьей. Другие децентрализованные биржи, такие как PancakeSwap, Trader Joe, SundaySwap, QuickSwap и так далее, тоже будут процветать на глобальном уровне. Но в США, безусловно, лидером будет оставаться Uniswap. Cardano. Cardano мне нравится тем, что также еще не успела показать себя на этом бычьем рынке. Но кроме этого мне нравится, сколько хейта крутится вокруг этой монеты. Нечто подобное мы видели и вокруг Solana в начале этого года. Как я уже не раз говорил, наиболее ненавидимые монеты привлекают меня, потому что мы должны покупать тогда, когда все ненавидят, а продавать тогда, когда все испытывают максимальный восторг. Сейчас все испытывают максимальный восторг по поводу Solana, но все почему-то ненавидят Cardano. Мне кажется, все эти хейтеры проспят рост Cardano. Ведь здесь мы видим очень похожую на мину структуру с одним различием. Мы уже один раз подтвердили прорыв выше этой основной линии сопротивления, чего еще не случалось на мине. Посмотри также на развитие DeFi экосистемы Cardano. Ее общая стоимость в очевидно растущем тренде и стремится к 500 миллионам долларам. TVL Cardano уже достиг исторического пика, потому что все эти децентрализованные приложения на Cardano буквально высасывают из рынка ценности, переносят ее в сеть Cardano. Я также готов поспорить, что многие люди даже не знают об этом, но принятие Cardano по миру идет очень хорошо. Cardano объединяется с крупнейшей бразильской нефтяной компанией Petrobras для того, чтобы изучить возможность использования блокчейна в энергетическом секторе. Какого блокчейна? Ну, конечно же, блокчейна Cardano. Cardano делает это и в Бразилии. Они также делают это в Эфиопии. Они сильно распространяются и в Африке. Cardano объявила о своей стратегии укрепления отношений с компаниями из списка Fortune 500 с целью расширить применение блокчейна в более широком диапазоне отраслей. Технически Cardano также успешно протестировала основную линию сопротивления и превратила ее в поддержку. Можно также обратить внимание на некоторые мемкоины, которые так любят розничные инвесторы. И если DoggyCoin в мире мемкоинов считается эфириумом, то Соланой выступает Shiba Inu. И Shiba Inu недавно совершила большой шаг по направлению к Web 3.0. Шаг, который может сделать ее лидером в этом пространстве. Shiba Inu заявляет о планах по запуску домена .ship, в то время как .crypto и .ethereum не работают в системе доменных имен интернета. Shiba Inu планирует запустить домен .ship, который будет работать и в Web 2 и в Web 3.0 и будет служить неким мостом между этими интернетами. Я добавляю также и эфириум в этот список, потому что на самом деле эфириум еще и не пампился в этом цикле. Итак, у них грядет грандиозное обновление, запланированное на 17 января. Это обновление и IP4844, связанное с шардингом. Разработчики эфириума заявляют, что оно значительно снизит комиссии за транзакции, что сделает экосистему эфириума готовой к массовому использованию. Не говоря уже про спотовый эфириум-метеф от BlackRock, который грядет в 2024. Так что да, я очень оптимистично настроен по отношению к эфиру. Если ты пропустил рост инжектив, не печалься, на рынке полно других возможностей. Например, Synthetix. Мне очень нравится обновление, которое они предложили. Если тебе нравятся токенизированные реальные активы, то этот альткоин тоже понравится. Synthetix закончит инфляцию токенов, сместив фокус на их обратный выкуп и дальнейшее сжигание, что похоже на то, что делает эфир и даже на то, что делает инжектив. И напоследок, мой большой совет тебе. Просто изучай списки монет на TradingView и ищи Breakout Trader. Это такой сетап, который ты сейчас видишь у себя на экране. Его уже прошли Solana, Sey, Injective и взорвались после выхода из них. Не нужно впадать в синдром упущенной выгоды и заходить в монеты, которые уже сильно выросли. Да, они могут вырасти еще больше. Ведь в ту же Solana до сих пор идут деньги инвестиционных фондов, а инвесторы Grayscale готовы платить по 160 долларов за G-Soul, хотя на рынке Solana стоит чуть менее 100. И я думаю, что Solana вполне может вырасти до 130 долларов, как я и писал в январе этого года у себя в Телеграме. Однако сейчас рисков в Solana уже намного больше. Ищи другие монетки, которые этого еще не сделали. Cardano, например, только-только вышла из брейкаута. Mina только в самом начале. Mana тоже в начале. Matic в начале. Посмотри, он только сейчас начинает прорываться. HFT тоже самое. И если биткоин внезапно не обвалится процентов на 20, то все эти монеты ждет большой прорыв вверх, схожий с тем, которые показали Solana, Injective и другие. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok